Я ничего от себя не приписал. Я показал высказывание Даудова, и на это его высказывание я привел свои аргументы. А что касается «никак не помогает», никак, если бы он не помогал, то это было бы вообще как бы слишком нагло и слишком явно. Но если они будут показывать истинные траты фонда, то фонд будет неблаготворительным, фонд будет развлекательным, кадырово-развлекательным, каким он на самом деле и является. Моя родственница живет в Грозном, она прислала фото и рассказала, что им помогают продуктами. Не супер набор, но все же ты рассказывал, что фонд Кадырова не помогает никак, и репортажи постоянно на чекотарка об этом. Кто не прав, ты или они? Без обид. Алейкум ассалам амурамтова. Нет, здесь ты приписываешь мне то, чего я не говорил. Не помогает никак, я не говорил таких слов. Слово «никак» я не произносил. Я сказал, что фонд Кадырова приписывает себе то, что делается за счет федерального или муниципального бюджета, выдавая это за свою благотворительность. И это я неоднократно доказывал и буду продолжать работать над этой темой. Я также сказал, что они государство, не фонд, а государство, власть, они обязаны обеспечивать продуктами, всем необходимым, людей, оставшихся без работы, без возможности заработка, из-за объявления карантина этой властью. Вот что я говорил. И они обязаны человеку, имеющему 8 детей, и будь у него 2 машины, будь у него дворец где-нибудь в Дубае, и неважно, что бы там ни было, если они лишили его возможности зарабатывать деньги, они не имеют права говорить ему «продай свой дом, продай свой замок, свой майбах и накорми своих детей». Они не имеют права это говорить. Они обязаны его обеспечить. Я ничего от себя не приписал. Я показал высказывание Даудова, и на это его высказывание я привел свои аргументы. А что касается «никак не помогает», никак, если бы он не помогал, то это было бы вообще как бы слишком нагло и слишком явно. Ни одна в этом мире, ни одно вообще заблуждение в этом мире, оно не строится исключительно на лжи, так бы это ни работало. Всегда берется немного правды. Эта правда обильно снабжается ложью и подается людям. Точно так же действует и фонд Кадырова. Он берет немного благотворительности, которую действительно они делают, как, например, оплатить кому-нибудь, допустим, какое-нибудь лечение. Или, хотя это тоже не факт, что они делают за свои деньги, тоже надо разобраться. Или, допустим, на Рамадан устроить бесплатный ифтар. Вот, допустим, тема. Делают они это? Да, делают. Это для них, для них это мизер, это копейки. Но они это с таким пафосом подают, показывают, что вот, фонд Кадырова. Все, то есть, вот это вот, это та малая часть, действительно, благотворительности, которая осуществляется этим фондом. Далее, все, что делается за счет бюджета, это все так же преподносится, как будто бы сделано фондом Кадырова. Я показывал в своем ролике, построено фондом Кадырова, опровержение мифа, построено фондом Кадырова. Я показывал целый ряд больниц, разных медицинских учреждений, которые были построены за счет федерального бюджета, а людям преподносилось, как будто бы за счет фонда Ахмата Кадырова. Ложь? Типичная ложь. Таким вот образом создается это впечатление у людей, что якобы вот фонд, он такой занимается, такой благотворительностью, это такие прям вот ребята, они все такие добрые. А на самом деле основная деятельность фонда это обеспечение скакунов Кадырова, многомиллионных, которые у него где-то в Дубае, там в арабских странах. Их нужно, за ними нужно следить, их нужно кормить, там конюхи, ухаживание, и все-все-все-все это ходит за рубежом в дорогих конюшнях. Вы представляете, это все надо оплачивать. Это круглогодичная аренда вилл для Кадырова в Дубае. Это бизнес различный, в который они вкладываются, кадыровский бизнес, который затем приносит также им доходы. Это концерты, которые устраивает Кадыров на день своего рождения, который он выдает за день города и день учителя. Все эти звезды, которые он привозит, затем дарит им подарки. Вы представляете, какие деньги нужно тратить на это все, чтобы привезти с Голливуда, допустим, звезд, там вот эту Сонг, кого он там еще привозил, Ванессу, Мэй и прочих. Вы представляете, сколько денег им нужно было заплатить Майвезера, чтобы привезти, чтобы Тайсона привезти. Это гонорар, который им нужно заплатить за то, чтобы им привезти. Потом еще им какие-то подарки. Это все-все, это огромные деньги. За счет чего это все делается? Конечно, за счет фонда. Это истинные траты фонда. Но если они будут показывать истинные траты фонда, то фонд будет неблаготворительным. Фонд будет развлекательным. Кадырово-развлекательным, каким он на самом деле и является. Кадырово-обеспечивающим. Но людям нельзя об этом говорить вот так, открыто. Поэтому нужно создавать легенду, что он благотворительный. А чтобы была легенда благотворительности, нужно имитировать благотворительность. А как ее имитировать? Конечно, выдавать другие, чужие заслуги за свои. Выдавать траты из бюджета за свою благотворительность. И тогда вот такие, как ты, будут задавать вопросы. У вас тоже будет создаваться впечатление, что все-таки они ведь что-то делают. К твоим родственникам, твоим знакомым приходит пакет, на котором написано фонд Кадырово. Но твой родственник понятия не имеет, откуда на самом деле деньги были потрачены на этот пакет. Он не знает. Он просто получил пакет, который, возможно, фонд Кадырово выдал за свою благотворительность. А может быть, действительно он провел эту благотворительность. Но это не поменяет основы, понимаешь? Даже если они провели эту конкретную благотворительность. Это не изменит положение построенных больниц. Больниц, которые были построены за счет федерального имущества, за счет федерального бюджета, а выданы за благотворительность. Понимаешь? Этот пакет не исправляет эту ситуацию. Больницы-то уже построены. И их ведь уже выдали за свою благотворительность. И я ведь это доказал у себя в своем видео. Понимаешь? И от того, что ты получил этот пакет, и действительно эти 1500 рублей они потратили, допустим, из своего бюджета фонда, это не поменяет положение этого неблаготворительного фонда. В Германии люди, оставшиеся без работы из-за вируса, самостоятельные рабочие и фрилансеры получили помощь от государства от 6 до 9 тысяч евро, а кадыровцы раздают овощи и хлеб выворочно, снимают все на камеру, хвалят Рамзана и мать его, называют свою помощь беспрецедентной. В Алейкум. Я вот как раз об этом и говорю, что вы понимаете, весь мир сегодня практически столкнулся с этой пандемией. И практически все страны как-то борются с этим, действительно все объявляют эти карантины. И во всех этих странах Европы оказывается помощь тем людям, которые оказались без работы, лишились возможности трудиться, зарабатывать из-за введения вот этих ограничительных мер. Власть им всем помогает, причем помогает конкретно в разы больше, чем это делается в Чечне или в России. В разы тысячами евро люди получают. И нет никакого пафоса вокруг этой истории, нет никаких фондов, которые типа это делают, выдают это за свою благотворительность. Нет Трампа, которого бы все благодарили, о, ты нам дал по сколько-то тысяч долларов. Представь, каждой семье дается, каждой. Невыборочно там вы нуждаетесь или нет, ах вы нищеброды долбанные. Вот заберите там мешок с продуктами, какой мешок, пакетик с продуктами. Не так это делается. А вообще в принципе просто государственная программа, помощь всем. Каждый, кто остался без работы, должен получить помощь. Все, всем помогаю. Никто не благодарит Меркель, не называет ее Мехтнан. Мать. Как это перевести? Мать родины, что ли там, мать страны. Никто ее так не называет, за это не благодарит, понимаете. Ничего из этого не происходит. А в Чечне какие-то жалкие подачки людям дают, при этом упрекая их в том, что они нищеброды. Дают и то выборочно, не всем, не каждому, кто остался без возможности там трудиться, а вот просто выборочно их дают, эти пакетики. И столько пафоса. Мы помогаем, мы вот такие, мы сякие. Субтитры создавал DimaTorzok